Обновление бульвара Карима Тинчурина является одним из самых ожидаемых проектов Автограда. Его официальное открытие состоится уже на этой неделе. Количество челнинцев и гостей города, гуляющих в новом сквере, с каждым днём растёт. Увеличивается и число мнений по поводу преобразившейся площадки. Жители, расположенных рядом с бульваром домов, наблюдали все этапы реконструкции сквера лично. Как отмечают горожане, разница по сравнению с тем, что было, колоссальная. Очень рады. Дети нам был страх божий, а сейчас отлично, всё. Как будто нам сказку какую-то подарили, правда? Такого не было у нас. Но не только мы радуемся, мы-то здесь живём, а кто даже приходит, вообще, хотел сказать, балдеет, но балдеет. Теперь на бульваре всегда много народа. В первой половине дня гуляют школьники и малыши. Челнинцы из других районов города здесь тоже частые гости. В нашем городе больше становится таких мест для отдыха. И я думаю, тенденция хорошая. В общем, дети довольны все. И площадка безопасная, очень красивая, эстетично оформлена. И очень приятно, что в честь такого человека назвали её. Там кашели есть. Иногда вот посадят меня и кашают. Как маленький ребёнок, не надо. Я говорю, смеяться же будут бабушки. Ну, бабушка, сиди, давай покатаем. Ну, я покатаюсь и радуюсь. Сейчас бульвар готовят к открытию. На объекте идут завершающие работы. Но ещё до официальной сдачи сквер успел получить второе название. Этому способствовало появление необычных архитектурных сооружений. Бульвар Карима Тинчурина очень необычный проект для набережных челнов. Он театральным считается. Судя по мнениям жителей, по опросам, жители очень довольны. Им нравится. В рамках реконструкции бульвар Тинчурина обрёл новые площадки, скамейки, а также получил порцию зелёных наслаждений. Здесь высадили яблони и ели, которые через несколько лет превратят сквер в самый настоящий парк. Полина Асача, Любовь Захарова и Андрей Буслаков. Челны 24.